всем всем привет большой новый влог я в таком сейчас сонном состоянии дико хочу спать какой-то второй день у меня сонливость какая-то значит какие у нас сегодня планы первое сейчас уже скоро настюшка у нас поедет со своей подружкой за город и ее забирают друзья для настюш на 4 дня да по-моему в общем так карантин школу не ходят наши друзья решили поехать за город и решили настюшку тоже с собой захватить они предложили я согласилась потому что но какой смысл дома сидеть скучно а нас и подружка не там неразлучно пойдем на ту квартиру я вещи свои буду все складывать будем переезжать второй раз должна мама скоро приехать будет помогать мне надеюсь все будет быстро планшет только меня и спасают наси ты чё там ищешь холодильнике нету ничего вчера смотрела фильм знаете какой 28 дней спустя по-моему называется там про конец света про апокалипсис как раз вообще по теме ну там короче зомби мертвецы вирус ческать фильм 2014 не 14 4 года мне он вообще не понравился вообще какая-то фигня полная может быть еще 15 лет назад он был крутым фильмом но сейчас это так себе знаете у нас сегодня собрала вещи уже да скоро поедешь учение забыла деньги взяла зубную пасту трусы а если честно это я настью впервые так надолго даю без меня так скажем да четыре дня будешь без мамы вот так что одну девку сплавила на 4 дня а вот вторую мартышку может быть маме моей тоже подкинуть а я буду три дня не знаю там я шучу шучу никуда я не буду или папе тебе может подкинуть на денечек хотя бы пусть весь кстати на данный момент в питере пока нет новых заразившихся по официальным данным вот а в москве к сожалению растут растут случаи сегодня даже настен одна женщина уже иди открой дверь бабушка приехала сегодня одна пожилая женщина сегодня к сожалению погибла 79 лет уже страдают пенсионеры у тех у кого хронические какие-то болезни сердце там сахарный диабет вот так что надо беречь стариков привет ты попала в мой блог и разбила мою кружку я ехала на такси молодец заставила ехать на такси не на метро чтобы она там не подхватила коронавирус блин жанра все равно входит зону риск она говорит нет я еще молодая сегодня слышала женщина продолжаем влог и мне недавно привез курьер журнал который я реально очень ждала вы знаете я очень люблю все необычное в общем-то рассказывал это коллекция минералов недрах земли плюс журнал научно-популярного жанра во вложении которого идет минерал всего в коллекции 80 номеров это значит что можно собрать коллекцию из 80 разнообразных минералов только вдумайтесь 80 журналы с вложением выходят еженедельно только первые три номера выходят раз в две недели начиная с номера 4 далее еженедельно первый день продаж 17 марта то есть уже уже можно купить где можно его приобрести в некоторых супермаркетах сети магнит и можно оформить подписку на самом деле журнал очень красочный с разносторонней информацией различных видах кристаллов и минералов пришло время распаковать камушек я обожаю ментистое это вообще один из самых красивых камней в мире блин это очень красиво у нас как раз сейчас в питере солнышко было бы идеально просто на солнце поснимать говоря со вторым выпуском идет подставка для журналов и в третьем выпуске идет пластиковый бокс для хранения минералов так что вы можете все это хранить потом в отдельном боксе и собирать всю коллекцию по подписке в общем-то с каждым выпуском покупая новые журналы вы приобретаете минералы из абсолютно разных стран из разных уголков мира начиная там марокко заканчивая перу вообще я за то чтобы у людей было какое-то хобби знаете вот коллекцию собирать это вот мы в детстве до собирали фантики да и мой папа собирал там врезал и сигарет что-то да ну то есть у каждый человек что-то коллекционирует почему бы не поколлекционировать камни тем более не очень очень красиво мне реально очень интересно что попадется в следующих выпусках так что обязательно присмотритесь если ваши дети вот любят что такое необычное или вы например тоже то обязательно оформляйте подписку подписка хороша тем что вы не пропустите журнал вам пришлют его на дом либо на почту куда вы сами захотите и вы не пропустите журнал данных выпуск журнала потому что она в беготне очень часто забываешь покупать а когда вы подписывайтесь вы точно все получите всю свою коллекцию ну и часто бывает такое что в киосках когда в магазинах они всегда бывает выпуска но разбирают и можно не успеть купить конечно ссылочку оставлю в описании вы можете по ней перейти все почитать и оформить подписку если вы подписывайтесь прямо сейчас то первые три выпуска будут стоить всего 499 рублей вместо 647 это скидка 23 процента а на выпуске номер 456 скидка 24 процента очень-то в любом случае по подписке это выгодно так что кому понравилось кто заинтересован то переходите по ссылочке в описании ну что мы уже собираемся надеюсь все будет хорошо я вообще настроена позитивно не хочу ругаться просто приду заберу молча и уйду вот мы с мамой приготовили коробки ты взял нам скотч вот так что надеюсь честно я даже просто не хочу с ним общаться им сколько мы три месяца уже с ним не общались и общались в последнее время только по телефону по ватсапу вот так что все собираемся будем вызывать грузчиков чтобы они нам помогли все но это уже не скоро тут даже елка до сих пор стоит это еще мама прошлый раз сняла игрушки прикиньте а никому ничего не надо вот как мы уехали все так и валяется видно что мы покидали этот дом очень быстро все вот так вот раскидана только телек сняли но ладно телевизор я забирать не буду так уж и быть так ну что сейчас беру пакеты коробки и буду потихоньку все складывать такие вещи детские нужно все забрать вот потихонечку все забивая забираем главная моя цель все-таки забрать свои вещи потому что сюда я больше не вернусь а все что детское что он сам потом довезет потому что он же не может отказать детям ну что девочки все спокойно я жива блин все спокойно прошло очень тихо он готов был отдать все абсолютно хотя и сказал что он считает что это как-то как он сказал как бы мелочно и низко забирать мебель словно у нас был с ним разговор впервые за три месяца но в общем друг друга не понимать да и как бы знаете поздно поздно пить боржоми вот поздно что-то выяснять уже как бы мы и найти как раньше начинаем начинаем потом понимаем что уже поздно уже поздно что-то выяснять вот они можем остановиться потому что есть что сказать друг другу полно нет короче знаете мы сами уже ловимся на мысль что блин поздно поздно выяснять уже все случилось вот так что мы сами себя там остановили и все типа игроки все разборки не нужны и уже поздно поэтому я вещи собираю и ухожу вот вызвала груз вызвала короче машину скоро должна через полчасика подъехать и двух грузчиков поэтому мы с мамой таскать не будем они за нас все сделают на два часа взяла оставила полностью мебель абсолютно все оставила в детской комнате потому что это будет их комната так как дети будут оставаться сейчас ночевкой потому что у всех есть своя личная жизнь и я не могу постоянно быть с детьми и ночью в том числе поэтому я говорю дети будут оставаться сейчас ночевкой и им нужно где-то спать поэтому оставляю кровати здесь в общем детской комнате принципе не тронутая да и из мебели я забрала только комод и свое трюмо и все вот на что сказал скажи спасибо большое за то что я у тебя такая ухожу на легке что не забираю кровать что тебе езди спать ну так на этим посмеялась типа хочешь забирай ну типу в общем я адекватная и он адекватный в общем то мы как-то так тихо тихо молча и разойдемся уже хочется поскорее свалить уже не хочу тут находиться я говорю какой смысл было брать ключи у меня какой смысл был у меня забирать ключи я не хотела бы с того встречаться я могла так просто молча прийти ну у него есть какие-то свои на этом причины он хотел видимо чтобы он присутствовал на этом моменте я не знаю так что все хорошо крови нет крови не проливаясь все тихо спокойно мирно ничего не запретил все отдал точнее предложил забрать все что я хочу вот моя много оставила игрушки и мы многие тоже не возьмем потому что договорились что и что он сам все привезет вот у него есть машина не на своих двух придется тащить вот так что вот такие дела ждем машины уезжаем и на этом будет жирная точка жирная точка по поводу затем документов квартиры студии тут мы не пришли к общему компромиссу полное разногласия на что я сказала что мой адвокат будет все за меня делать он офигел потому что он не думал что я на ему адвоката пригрозил все еще впереди но ничего вот даже не верится что я в эту квартиру принципе больше не вернусь точнее он конечно сказал что приходи если что там дособирая если что но у меня нет желания не хочу ничего уже у него своя жизнь у меня своя жизнь и на этом поставим жирную точку остались формальности в виде документов и разделы этой несчастной квартиры студии так ну что девчонки мы переехали нам попалось два замечательных парня которые нам помогли обменялись контактами такие милые ребята я записала в свою книжку как он сказал муж на час я так написала муж на час очень помогли все перетащили у нас лифт сломался представляете как назло сегодня грузовой лифт мы пришли сюда а грузовой лифт не работает жвачка выкину я думаю блин почему именно сегодня когда нам нужно перевозить лифт не работает но он потом заработал все нормально чем ребята постарались очень хорошо нам все перевезли очень хорошо мы с мамой только стояли и вот короче комод туалетный столик шкаф забрала не стала много забирать меня конечно мама ругает типа надо все забирать но насчет детской как бы мы с ним договорились что ну да как бы в общем я готова отпустить прошлое и светлое будущее с новыми вещами это там знаете столько моих вещей старых одежда какой-то которая вообще принципе я ее уже не ношу надо просто перерыть все это и отдать нам благотворительность или выкинуть я не знаю про то как мы с вами поговорили но мы если это так можно сказать ну что-то там да посудили мама другая делала что свои уши в коридоре стоит слушать конечно я видела как ты смотрела не один раз ну не надо а куда мне было деваться уйти куда-то у них коридоре стоять и служить очень много осталось детских вещей игрушек но если что он привезет то есть мы с ним в этом плане нормально поговорили вообще спокойно он готов был отдать абсолютно все он какой-то такой поникший какой-то не знаю мне даже как-то жалко его стало не знаю почему сколочные проблемы но меня это абсолютно не интересует возвращайся а я вот бы сказал маринка возвращайся я тебя умоляю нет нет я ему говорю говорю что ты не подавал на разводы игры он говорит нет я говорю ты же не против развода он говорит нет ну то есть все и я собственно тоже даже если он упал бы в колени начал целовать мне ноги сказать марина я все равно мне осталось никогда не за что нет это все это перевернута книга это . жирная нет 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 так что все хорошо там остались только детские вещи и повторюсь детские вещи он потом сам со временем кое-какие привезет там игрушки лего какой-то осталось у нас так уже столько было гироскутер тоже привезет настюшки то есть он не против он все все привезет вот так что такие дела вот расстались спокойно тихо без крови без жести вот так что вот так вот в принципе и должно быть да без всяких там выкидывание вещей в окно очень странная реакция потому что когда мы с ним переписывались он очень был агрессивный и местами мне кажется какой-то неадекватный и я дома а встретил он абсолютно спокойный нормальный как обычно вот и я говорю слушай говорю ты почему сообщение какой-то неадекватный а ты сама себя читай ну знаете как всегда то есть в жизни он нормальный а за три месяца сколько у нас там было пару раз переписка переписка он какой-то был неадекватный эмоции может быть короче неважно мне все равно если честно что да как чего какие проблемы пофиг новая жизнь хорошо что все хорошо да в какой-то мере хотя ничего хорошего отлично концовка просто шикарная я расстроена кстати многие задавали этот вопрос как ты относишься к тому что мы разошлись твое мнение ну вообще как ты да конечно расстроена что с это получилось поначалу вообще ты надеялась да и вообще надеялась до последований что ваня все-таки одумается что все придет в норму все он изменит свое свое поведение но потихоньку конечно все шло к этому да взять хороший человек хороший папа хороший но не сложилось что солнышко катюша я вообще без понятия там нужно искать ничего не знаю не знаю все нормально будет горе людей которые едят пельмени с хлебом пельмени с хлебом молоко это понятно но хлеб с пельменями я и макароны с племенями хочу макароны с пельмени смысли его короны с пелеменями совершил макароны с пельменями buscando макарон на пельмены как запресел У меня есть музыка нового. Субтитры сделал DimaTorzok